Здравствуйте! Сегодня мы на квартире говорим о наших работах, о некоторых, которые мы сделали, и почему они были вообще произведены, эти работы. Здесь сантехнический люк, и там, соответственно, находились все счетчики. Для того, чтобы получить туда доступ, нужно было отодвигать холодильник. Каждый месяц хозяйка, квартира, женщина испытывала проблемы с тем, чтобы снять показания. Мы решили сделать все по-другому, заодно обезопасить эту квартиру, потому что на этой квартире везде были проблемы с водой. Мы перешли на полипропилен чешский, поставили аквастоп к систему. Вот такой у нас вариант. Здесь все просто, чтобы сюда минимизировать доступ, то есть, чтобы сюда минимально люди заходили, точнее, влазили и смотрели что-то такое. То есть, как бы в экстренных только ситуациях, когда нужно перекрыть водные краны. Соответственно, то есть, как бы мы, на самом деле, я не знаю, может кто-то скажет, что это неправильно, но мне, в принципе, на это, может быть, скажем так, тут вопрос не правильность или правильность, а здесь уже вопрос удобств. Здесь, соответственно, вот эта кухня, она несъемная, тут монолитная столешница приделана к стенам и, соответственно, к самой кухне. То есть, ее не убрать. Мы здесь что-то сделали? Мы здесь вырезали дырку, перенесли щетчики сюда. То есть, как бы сейчас здесь стало все удобно, щетчики в доступном месте. Поставили управление аквастопом, соответственно, это даже у нас аквастораж. И, соответственно, его питание. Теперь хозяйке не нужно отодвигать холодильник, чтобы каждый раз посмотреть показания щетчика. Здесь стояла такая бандура, измельчитель. То есть, дырища там такая немалая, чего туда кидали, не знаю. Может быть, картошку сразу, чтобы перемалывала, не знаю. Но вилку, наверное, туда тоже можно было закинуть, потому что там была вот дырень и сразу это. Наверное, люди делали так фарш. Не знаю. В общем, мы от нее избавились, потому что она реально здесь мешает. Здесь проблем с канализацией нет, здесь нормальный слив, вода уходит. Поэтому, соответственно, там, в раковине, мы поставили, ну, по-человечески, чтобы была, как говорится, сетка. И чтобы, скажем так, всякую покрессуань кидать. Здесь мы получили, соответственно, за счет этого места для управления всем тем, что у нас сейчас там находится. Сейчас теперь это удобно и практично. Ну, здесь немножко, скажем так, может быть, внешний вид не совсем там very good. Из-за того, что это уже в использовании кухня была уже несколько лет. А мы сейчас вот тут такой вариант сделаем. Наш Аквастораж работает по принципу, соответственно, управления кнопками. Сейчас я вам покажу. Вода у нас, соответственно, пошла. Если произошло где-нибудь какое-нибудь, скажем так, замыкание на полу воды, то берем, допустим, вот так вот делаем. Все, Аквастораж сработал. Вот, он сам взял и отключил воду. Вот, сигнализирует об этом, соответственно, в какой-то утечке. Вот мы берем, протираем его, вот, чтобы у нас опять контакты стали сухие. И, соответственно, скажем так, активируем Аквастораж по новой. Вот. Все. Система работает, соответственно, тут все хорошо. Вот. Ну, еще раз продемонстрируем, да. А, вот, смотрите, сейчас даже сам перекрывает, еще недостаточно хорошо вытянут датчик. Вот, капелька водички. Сейчас я его высушу по-человечески. И мы повторим эксперимент. Так. Так, еще раз повторяем эксперимент. Сначала включаем воду. Ну-ка, будем работать. Так, не хочет работать. Так, надо его по-человечески вытирать. Так, Аквастораж премиум. Кстати, у меня есть возможность подсоединения GSM-модуля. И чтобы даже, это, эсэмэски приходили на телефон владельцу квартиры, если что-либо произошло. Вот так вот, надо хорошо сушить. Еще раз пробуем. Так, все. Он пустил воду, все заработало. То есть датчик просох. Сейчас мы его уже не так будем, конечно, заливать. А просто, скажем так... Хопа! Каротин, соответственно, контакты. Все у нас опять отключилось. Вот. Вот такой принцип работы Аквастоража. Очень хорошая штука. На случай, там, утечки какой-нибудь воды. Там, допустим, у вас рванула гибкую подводку. Да, у вас вообще вся система может быть надежная. Может быть разведена на трубе рехау, там, да, с хорошими фитингами и тому подобное. А, соответственно, все знают, что вот эти вот все канители, да, раковины подсоединяются гибкой подводкой. Вот. То есть бывают случаи, когда гибкую подводку рвет. Правда, очень редко. Но все равно лучше перестраховаться на всякий случай. И обезопасить себя и соседей снизу. Но у нас соседей снизу нету. Это первый этаж. Но все равно, тем не менее, скажем так, чтобы ремонт наш не пострадал. Это необходимое, скажем так, новшество, которое рекомендую всем применять на своих квартирах. Вот. Все. В принципе, Аквастора штука хорошая. Берите, покупайте. Стоит она, правда, тысяч 12-15. Вот. Ну, GSM-модуль, если вы будете туда вставить, то GSM-модуль, соответственно, стоит еще отдельно денег. Так что такие вот дела. Штука хорошая. Вот. Ну, скажем так, 15 тысяч рублей, это ничто по сравнению с затопленной квартирой. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok